Время новостей на телеканале Саратов 24, студия Денис Китаренко. Я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях, которые произошли в городе и области. В начале выпуска коротко о главных темах. Саратовцы выражают соболезнования. Памятник первой учительницы стал стихийным мемориалом погибшим в Кемеровской области. Без тепла и в пробках. Участок трубопровода демонтирован. До конца рабочего дня повреждение будет устранено. В Саратове из-за коммунальной аварии десятки домов остались без отопления. Несколько улиц перекрыты из-за срочного ремонта на тепломагистрале. Новая техника будет бороться со старыми проблемами. Саратовские коммунальщики пополнили свой автопарк. Что приготовила нам небесная канцелярия в среду 28 марта, расскажу вам я, Александр Новохадский. Дождитесь. Саратовцы почтили память погибших в Кемерове. Крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни более 60 человек. По предварительным данным, чуть более 40 из них – это дети. Шесть человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Россияне вспоминают о погибших в своих городах. Саратов не остался в стороне. Сегодня монумент первой учительницы превратился в мемориал памяти. Граждане приносили туда цветы, игрушки и ставили свечи. В соцсетях россияне выражают соболезнования и требуют наказать виновных в трагедии. К акции присоединились и сотрудники информационной службы «Саратов-24». Мы сегодня приехали сюда, чтобы возложить цветы. Вот к памятному первой учительнице посчитали, что это, наверное, лучшее будет место в Саратове, чтобы почтить память тех, кто погиб в Кемерово в торговом центре. Конечно, это ужасно. Конечно, мы скорбим, мы присоединяемся ко всем другим городам. И надеемся, что в Саратове такой трагедии не повторится. Страшно, конечно, потому что это может в любом месте произойти. В России и в кинотеатре, и в многолюдных местах. Так что необходима мера. Думать надо над этим делом. Надо, конечно, смотреть, чтобы здания были приспособлены под это дело. Мастериалы должны быть не горючие. Абсолютно это все должно быть. Это стоит дорого. Вот эта дешевая экономия, она приводит потом к таким потратам чудовищным. Конечно, ужасная трагедия. Столько людей погибло. Непонятно почему и кто за это отвечает. Ужасно. Жалко детей, людей. Очень большая трагедия. Завтра по всей России объявлен день траура по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерове. Ну и в продолжение темы эвакуировали из здания. Сегодня в одном из крупных торговых центров Саратова произошел пожар. Огонь вспыхнул в зале. Такова легенда учений. Их провели сами владельцы торгового комплекса сразу после трагедии на Кузбассе. Насколько правильно все делается, пригласили проследить пожарных. Но специалисты не приехали. Роман Базан отправился на учение и увидел, какой хаос творился в торговом комплексе. Эвакуация прошла в торговом центре «Оранжевый». Комплекс находится в одном из самых оживленных районов Заводского. Площадь здания огромная. Более 50 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше сгоревшего на Кузбассе торгового центра. Сегодня здесь решили провести учение. Сработала пожарная тревога. И началась эвакуация работников и покупателей со всех трех этажей. Часть людей вышли на парковку. Другие покинули здание через центральные входы. И позже, как выяснилось, это оказалось нелегко. Посетители на верхних этажах не смогли быстро сориентироваться на эти лестницы. И многие также жаловались, что не поняли, что началась эвакуация. По громкой связи объявили некий код тысячи. Поняли его всего лишь сотрудники. А вот покупатели продолжали гулять по торговому центру. Всем персонал. Видео-код. Тысяча. Что у вас за код? Видео-код. Я ничего не хочу. А вы знаете, что за код тысячи? Эвакуация. А вы персонал? Персонал. А вы как мне понять, допустим? Ну, видите, все выходят на выход. Так вы должны идти на выход. Они должны быть указатели у вас. Вообще вдоль всего коридора. Вот сейчас вот я поняла только сейчас. Что тысячу? Что такое? Я зашла в код тысячи. Что такое тысячи? И где? Куда бежать? Ну, пора, значит, раз они делают эту херню-то. То народ собрали, а потом все, выходить. Нет, там изначально код тысячи назывался. Вы поняли, что это? Не понял я сначала. А потом вот сказали пожарным. Вот и все. А на этом не поняли, конечно. Провести учения в Саратове решили сразу после трагедии в Кемерове. Там сгорел торговый центр «Зимняя вишня». В здании не сработала пожарная сигнализация. Из-за возгорания в торговом комплексе обрушились два из трех кинозалов. Они провалились с четвертого на третий этаж. Чтобы спастись, людям приходилось выпрыгивать из окон. Насколько полезны саратовские учения, неизвестно. Изначально здесь должны были находиться сотрудники МЧС. Их ждали, но огнеборцы не приехали. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. После трагедии в Кемерово в стране заговорили о массовой проверке всех торговых комплексов. Всего их в России более пяти тысяч. Правда, в таком подходе многие эксперты сомневаются. Говорят, что рейды нужно было делать сразу, как только произошло ЧП. Ведь многие недобросовестные владельцы зданий уже могли навести порядок на своих объектах. Может ли трагедия повториться в Саратове? Ответ на этот вопрос мы решили получить у президента торгово-промышленной палаты Алексея Антонова. Алексей Васильевич, здравствуйте. Бытует мнение, что пожарные требования в торговых комплексах невозможно соблюсти. Действительно ли это так? Мы встречаем такие ситуации, когда требования, не обязательно касаемо пожарных, а в других направлениях, требования остаются еще те, еще с Советского Союза, которые даны давно устарели, а они все равно предъявляются для бизнеса. А есть другая сторона, когда элементарные вещи, которые должны обезопасить жизнь людей, бизнесом не соблюдаются или смотрятся сквозь пальцы со стороны контролирующих органов. Ну а что в вашем понимании безопасный торговый центр? Есть торговые центры современные, которые защищены, которые имеют современную систему пожаротушения. И если бизнес ответственно относится к этому вопросу, то есть специально обученные люди именно для этих целей. Что это же комплекс мер, начиная от визуального изображения, куда идти, и заканчивая автоматическими системами пожаротушения. Где-то между ними еще есть люди специально, которые должны выходить уже в коридор и указывать, куда идти. Может ли трагедия повториться в Саратове? Есть рынки. Нельзя сказать, что это такой шикарный, красивый торговый центр, где есть и детские площадки, но там тоже идет скопление людей, и опять же идет очень большое количество прохода людей через эти рынки. Почему мы на это не обращаем внимания? Мы что, будем ждать, когда и там что-то произойдет, какая-то трагедия? Здесь не в этом дело. Здесь дело именно в отношении к своей деятельности. Бизнес не заинтересован в таких ситуациях. Он, наоборот, заинтересован в том, чтобы четко выполнять те требования, которые существуют. Ну а саратовские бизнесмены действительно задумываются о безопасности. Я могу сказать с полной уверенностью, что тот бизнес, который действительно заинтересован, чтобы функционировал и получал прибыль, и был безопасен для посещения людей, есть. И безопасность у такого бизнеса, людей, безопасность людей у такого бизнеса стоит во главу угла. На страничке одного из саратовских торговых центров разместили сообщение, что у них все хорошо, не то что в Кемерове. Насколько это было корректно? Здесь уже, наверное, вопрос к Роспотребнадзору, вопрос к контролирующим органам. Но я не вижу в этом какой-то рекламы. Я вижу просто некую информированность покупателей, населения о том, что приходите к нам, у нас все хорошо. Спасибо. С президентом областной торгово-промышленной палаты Алексеем Антоновым мы говорили о безопасности торговых центров Саратова. Остались без тепла на время ремонтных работ. Сегодня утром специалисты компании «Т-Плюс» перекрыли Соколовую. Там проводили аварийно-вскрышные работы на теплотрассе. Труба прохудилась. По словам специалистов, всему виной грунтовые воды. Они стали причиной коррозии теплотрассы. Коммунальная авария сказалась и на жильцах района. Больше 20 улиц остались без горячей воды и тепла. Правда, по словам специалистов, ненадолго абонентов переключили на резервную схему теплоснабжения. Да, вот за эту нету. Часть какого-то района, часть района нет воды. А так, в принципе, это не очень страшно. В ближайшее время, конечно же, все это выголизовано. Участок трубопровода демонтирован. До конца рабочего дня повреждение будет устранено. И сегодня восстановлено дорожное покрытие. Завтра с утра автомобилисты могут спокойно ехать по улице Соколовой. Новые машины сегодня саратовским коммунальщикам передали спецтехнику. 16 Камазов пригнали на Теодральную площадь. Грузовики новые. Это так называемая мобильная и всесезонная техника. Зимой дорожники смогут чистить снег и налить, а также раскидывать реагенты. А летом сметать мусор, мыть и поливать асфальт. Это уже вторая партия грузовиков. Всего за полмесяца в автопарке коммунальных служб появилось полсотни спецмашин. Это стало возможным благодаря Вячеславу Володину. За помощью к спикеру Госдумы этой зимой обратились городские власти. Сразу после того, как стало ясно, что рабочей техники на улицах Саратова явно не хватает. Эта уборка не только центра города Саратова. Мы обозначили, что город безокраин. Седьмая, восьмая, девятая и другие отдаленные поселки, дворы, подъезды. Они должны убираться одновременно все. Вот такая задача перед нами с вами стоит. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу о погоде. Через несколько минут расскажет Александр Новохадский. Далее узнаете, как в Саратове отметили День войск Национальной гвардии России. Не переключайтесь. Генеральный спонсор выпуска «Стальные двери Торекс». Торекс – уверенный выбор миллионов. Здравствуйте. В среду, 28 марта, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбье и Балакове облачно с прояснениями, местами небольшой снег, туман, гололед. Ветер северо-западный – 4,7 метра в секунду. Днем от минус одного до плюс трех. А ночью до минус семи. Сохраните приумножить сбережения. Сельскохозяйственный кооператив «Гарант Кредит» предлагает членам кооператива высокие ставки по сбережениям до 15% годовых. «Гарант Кредит» – 15 лет безупречной работы. Подробности по телефону 90-64-44. Город Саратов, Емлетино, 39-45. А в Саратове и Венгельсе также небольшие осадки, ветреные и скользко. Температура днем до двух тепла, а ночью до пяти мороза. Атмосферное давление около 750 мм ртутного столба. Подмечено, что ненастная погода окончится, если ветер усиливается и меняет свои направления на северное или северо-западное. Всем добра и здоровья. До встречи! Захотелось настоящего свежего продукта из своего сада или огорода? Волжский сад – это огромный выбор садово-огородных товаров. Доставят товары бесплатно прямо к вам домой. Для этого нужно всего лишь позвонить. 68 03 68. Снег сойдет и приступит к работе. В Балакове депутат Государственной Думы Николай Панков встречался с многодетными семьями. Те, что получили несколько лет назад земельные участки для строительства, но до сих пор не могут привезти туда даже строительную технику. Люди жалуются, что сделать это невозможно из-за захламленности территории. Нина Цапайкина расскажет, как дело сдвинулось с мертвой точки. Им снова нужна помощь. В Балакове очередная встреча депутата Государственной Думы Николая Панкова с представителями многодетных семей. Несколько лет назад им в рамках президентской программы выделили участки под строительство жилых домов. Но земля оказалась настолько захламлена, что по ней пройти невозможно. Вот здесь у нас будет дом, а вот здесь у нас такой палисадник красивый с елочками. Хорошее здесь место. Хорошее. И в принципе как в черте города. И не особо прям шума много. Шумоизолированное оно как-то так вот считается. Но есть одно большое-большое но. И это все надо убрать, расчистить. Эти кадры сняты летом 2017-го. Семья Розенковых после рождения третьего ребенка, как и другие 200 многодетных семей, получили земельные участки на территории бывшей военной базы. Планировалось, что участки рекультивируют. В принципе мы догадывались и знали, потому что военная часть, все это будет разрушаться. Никто ввозить, конечно, ничто не будет. Но надеялись, что нам поможет администрация, регион наш поможет. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как семьи обратились к депутату Госдумы Николаю Панкову. Часть работ выполнили в прошлом году. Вывезли мусор в 4-м Б микрорайоне, подвели электричество и воду к участку в микрорайоне номер 21. Решен вопрос о переносе высоковольтного кабеля. Хочу отметить активность этих людей, терпеливость их, положительные качества. Люди уже, конечно, давно ждут, чтобы могли строиться на тех участках, какие их выделены. Как правило, эти участки выделяются в неудобиях, в недоступных местах, без подведения коммуникации. Это, конечно, отражается и на себестоимости строительства. Николай Панков также отметил, что с приходом хорошей погоды возобновится расчистка территории. Параллельно нужно прорабатывать и вопрос подключения коммуникаций, отметил народный избранник. Депутат предложил сотрудникам районной администрации встречаться в таком формате с инициативными группами непосредственно на участках. Тогда разговор получится нагляднее. Нина Цапайкина, Евгений Левин, Саратов, 24. Разработали дорожную карту достройки аббасовских долгостроев. Об этом говорили в правительстве области. 12 домов входят в самую проблемную группу. Об этом еще говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, когда инициировал создание рабочей группы по вопросу обманутых дольщиков. Сам застройщик Алексей Абасов, владелец нескольких фирм, сейчас находится под арестом по подозрению в мошенничестве. Разбирательством занимаются правоохранительные органы. У города, отметил глава Михаил Исаев, другая задача – достроить дома и вернуть их собственникам. Специально для этих целей была разработана дорожная карта на каждый долгострой. Состоит программа из пяти ключевых этапов. Первый этап – это проведение процедуры банкротства организации застройщика, создание участника медалевого строительства в процедуре банкротства нового ЖСК, передача объекта незавершенного строительства участника медалевого строительства – это третий этап. Четвертый – поиск инвестора, либо подрядной организации и заключение договоров о забновлении строительства. Депутаты Госдумы приняли в окончательном третьем чтении закон о введении в селах института «Старост». Выдвигать кандидатуру, досрочно прекращать полномочия граждане смогут на сходе жителей. По замыслу авторов законопроекта «Староста» станет связующим звеном между сельскими чиновниками и жителями. Чем еще запомнился этот день глазами федеральных журналистов в нашем традиционном обзоре. Это когда-то была ограда. Гидромедцентр России прогнозирует сложную паводковую ситуацию в регионах Западной и Средней Сибири в ближайшие дни. На данный момент известно, что талые воды подтопили более 1200 домов и более 3000 приусадебных участков в Алтайском крае. В регионе продолжается сход талых вод. По прогнозам синоптиков, в целом в этом году половозий не будет таким, как в предыдущие два года. Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант», которая за 13 лет существования превратилась в международное событие, сменила в этом году столицу. На Владивосток организаторы в честь этого устроили масштабный автопробег. В ходе него команда акции планирует создать неформальный путеводитель о городах России. Автопробег будет длиться 12 дней. В России зарегистрирован первый смертельный случай гриппа в этом году. 43-летний житель Калужской области пытался лечить болезнь самостоятельно. По словам медиков, мужчина поздно обратился к врачам. Дважды вызывал скорую, но от госпитализации отказывался. В итоге в тяжелом состоянии он был доставлен в реанимацию, где позже скончался. Специалисты отметили, что мужчина не был привит от гриппа. Наградили бойцов. В Саратове сотрудники Росгвардии отметили профессиональный праздник. Службе исполнилось два года. Торжество прошло в управлении. Начали с минуты молчания. Почтили память погибших жителей Кемерово и тех, кто отдал жизнь на службе. По словам начальства, за год бойцы обеспечили правопорядок на сотни мероприятий. Провели около тысячи спецопераций и задержали более 200 преступников. Также Росгвардейцы изъяли у злоумышленников 14 килограммов наркотиков. Сегодня мы только в начале пути. Сделать предстоит многое. Совершенствовать структуру войск и системы управления. Обеспечить подразделения современной техникой, вооружением и экипировкой. Выйти на качество новый уровень боевой профессиональной подготовки. Реализовать новые методики и программы обучения личного состава. Гарантированно обеспечить решение широкого спектра вопросов национальной безопасности. И к этому часу у меня все. Еще больше новостей, а также записи выпусков программы «Саратов сегодня». Смотрите на сайте saratov24.tv Я, Денис Титаренко, прощаюсь с вами. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин